Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно! Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите и видите меня хорошо. Да, спасибо, хорошо вижу. Ну что ж, коллеги, мы сегодня встречаемся на нашем первом вебинаре нынешней недели. Называется он «Программа по школьной литературе и внеклассному чтению. Литературные ресурсы ЭБС Библиошкола». Как всегда, несколько слов общих о том, что нас ожидает, и о том, как скачать презентацию. Ну, во-первых, в самом начале чата вы можете увидеть две полезные ссылки. Первая из них ведет к расписанию наших вебинаров до конца первого полугодия 2017 года. На нем вы можете зарегистрироваться на все наши мероприятия до конца июня 2017 года и посмотреть записи предыдущих вебинаров. Ну и по второй ссылке вы можете познакомиться вообще со всеми записями вебинаров, которые велись когда-либо в компании Директ Медиа, а также с учебными роликами и с прочими видеоматериалами нашей компании. Ну и этот вебинар, он тоже записывается и будет помещен тоже по этому адресу. Для того, чтобы скачать сегодняшнюю презентацию, если она вам понадобится, вы можете сделать это в окошке ресурсы. Окно ресурсы открывается при помощи вот этой кнопочки. Примерно указываю направление на ряд кнопочек в правом верхнем углу, слева направо перечисляя поднятая рука, смайлик и открывающаяся папка. Вот при нажимании на открывающуюся папку возникает и исчезает окно ресурсы при последовательном нажимании. В этом окне вы увидите три наши ссылки, они обозначены вот такими вот голубенькими шариками и презентацию, которая помечена значком дискетки. Для того, чтобы скачать презентацию, надо нажать на значок дискетки. Не на название файла, а именно на значок дискетки. Тогда откроется окошко, предлагающее вам скачать презентацию. Наши презентации вы можете использовать как вам угодно. Единственная просьба со ссылкой на нашу компанию и на автора презентации. Ну и я хотел бы проанонсировать два наших следующих вебинара. Сейчас я дам ссылки в чате. Это вебинар, который пройдет уже завтра. Проведет его Дмитрий Кречман, руководитель по маркетингу компании Гиперметод. Он будет посвящен проектному обучению в ВУЗе. Ну, Дмитрий, как всегда, его вебинары очень интересные, очень рекомендую вам. Ну и 21 в четверг состоится мой вебинар «Новые выпуски Ортотеки», на котором я расскажу о том, что произошло в проекте Ортотеки. Это подпроект нашего арт-портала со времени предыдущего моего вебинара, который состоялся в декабре и был посвящен конкретным выпускам Ортотеки. Покажу вам разные интересные скриншотики, покажу, собственно, проекты, ссылки на них дам, и покажу достаточно интересные, интерактивные путешествия, которые мы сделали за вот эти вот 4-5 месяцев. Ну и последнее, что хотел бы сказать. Все присутствующие на вебинаре получат бесплатный электронный сертификат, который придет по почте в виде ссылки. Эту ссылку надо будет открыть и зарегистрироваться, либо войти на наш портал, и после этого станет доступен сертификат для скачивания. Кому важно получить сертификат на свою фамилию и имя отчество точное, надо зарегистрироваться так, как вы хотите, на нашем вебинаре надо зарегистрироваться так, как вы хотите, чтобы это было отражено в сертификате. Ну что ж, все, мои вводные слова заканчиваются. Я хотел бы пригласить Леонида Суриса, нашего редактора-составителя тематических коллекций компании Direct Media, с тем, чтобы он провел наш сегодняшний вебинар. Леонид, прошу, в эфир. Добрый день. Добрый день, коллеги. Сегодня у нас такая тема немножко сухая, но я постараюсь сделать ее интересной, потому что буду говорить в основном о разделе библиошколы, о котором знают гораздо меньше, чем о основных других разделах. А этот раздел, а именно аудиокниги, аудиоресурсы библиошколы, он очень интересный. Это самостоятельный ресурс, самостоятельный жанр. И по составу там и учителя. Леонид, можно чуть-чуть погромче сделать. Да, и учителя, и ученики, и родители найдут много интересного. Ну, вначале я бы хотел просто рассказать о том, как мы формировали и формируем ресурсы библиошколы. Это в первую очередь мы взяли списки Минобра, рекомендованной литературы. Вот. И провели большую работу по приобретению прав. Там есть произведения, которые уже не охраняются законом об охране авторских прав. Но много произведений, естественно, правовых. И мы провели работу, для того, чтобы это у нас было не такое разовое, мы провели работу непосредственно с авторами, с наследниками. И поэтому нам удалось приобрести достаточно много прав на такие, я считаю, прекрасные произведения, без которых это совершенно не моя тема. Потом мы, кроме этих списков, мы ориентировались еще на другие произведения, например, которые нам совместно делали, совместно с Российской Академией Образования, специалист нам составлял списки, это по неклассному чтению, потому что вот Минобровские списки, они рекомендованы. И, в принципе, так сказать, конечно, можно отходить, там что-то там есть интересного масса, что-то там, ну, не важно. Вот, поэтому мы ориентировались, ну, уже на более такие расширенные списки, для того, чтобы учитель мог выбирать, уже у себя, так сказать, в классе, мог выбирать программу для своего класса. Значит, что нам удалось? Сначала, какие права нам удалось приобрести? Вот, для того, чтобы я потом, вот, сначала, так, сейчас я просто найду, вот, мы приобрели права на произведения Александра Миленьевича Волкова, знаменитые, там, это для первого, четвертого класса, на Анатолия Рыбакова, на романы Анатолия Рыбакова, Андрея Платонова, Алексея Николаевича Толстого, произведения Евгения Львовича Шварца, Андрея Некрасова, Ивана Ефремова, Юрия Тынянова, это все правовые. Вот, тут видно, на Пастернака, Бориса Леонидовича Пастернака, Василия Быкова. Мы приобретаем, ну, полное собрание сочинений Василия Быкова, поэтому там будет выложено не только те произведения, которые рекомендованы, ну, в списке Минобра, ну, и другие, которые учитель может по своему усмотрению уже рекомендовать школьникам, потому что, ну, о войне, например, без, знать о войне что-то, без произведений Василия Быкова, это не мусерма. Вот, из детских мы приобрели замечательный совершенно состав произведений Кира Булычева. Здесь, ну, практически основное произведение цикла об Алисе Селезневой. Почему я вот останавливаюсь на Кире Булычеве? Это, во-первых, блестящая литература, которая добрая, кто с юмором в то же время учит поучительное, учит детей быть честными, дружбе, учит быть верными друзьями и много-много всего. И притом великолепно написаны, с замечательными приключениями. И вот нам удалось приобрести произведение Кира Булычева. Так что в этом отношении мы постарались. Так же, как мы приобрели еще и его произведение, уже серьезное, написанное под фамилией, под его настоящей фамилией, Игорь Можейко. Это 1185 год, я уже говорил об этом. Это два тома больших, мы оба тома приобрели, на оба тома, хотя там в списке Минобра только часть произведения, но мы считаем, что надо выкладывать полностью. Без этого очень трудно, ну, представить сложный период в истории России и в истории Европы. Это, ну, произведение, я такое, я считаю, одно из ключевых произведений, написанных в 20 веке по истории России. Ну, естественно, нам удалось приобрести у наследников, ну, я уже об этом говорил, еще раз скажу, ну, уникальные, на уникальные права, на уникальные воспоминания нашего выдающегося искусствоведа, ведущего сотрудника государственного Эрмитажа в прошлом, к сожалению, уже покойного, Николая Николаевича Никулина. Он не только был выдающимся искусствоведом, специалистом по золотому веку нидерландской живописи, его труд, по-моему, так сказать, такой классический, но это был человек с совершенно удивительной судьбой. Он фактически мальчишкой после школы, пошел на фронт рядовым, прошел весь ад войны, остался жив. И уже в возрасте он написал честнейшие воспоминания о войне. Ну, такая правда там о войне, что, ну, просто иногда ну, просто диву даешься. Как человека хватило смелости, а ведь это писалось в Советском Союзе, когда это просто немыслимо было опубликовать, вот эту правду о войне. Тем не менее, Государственный Эрмитаж издал книгу Николая Николаевича Никулина, вот мы приобрели на нее право. Я считаю, что она, кстати, входит, есть еще список произведений, которые рекомендовал президент России. Вот эта книга входит и туда. Я считаю, что заслужена, потому что, ну, не зная правды о войне, не зная произведений Николая Никулина воспоминаний, Василия Быкова, Василия Гроссмана, Виктора Петровича Астафьева, мы приобрели на произведение Астафьева. Значит, соответственно, мы приобрели права на произведение Астафьева, в том числе и его роман, который, ну, был опубликован уже перед смертью писателя, «Проклятый и убитый», честнейший роман о войне, оба тома, мы выкладываем оба тома, считаю, что это очень важно для современного, так сказать, этого школьника знать вот эту сторону войны, потому что не зная правду о войне, а зная какие-то вот извращенных, а очень много неправды о войне написано, это неправда о войне, это кощунственно по отношению к тем миллионам погибших советских солдат, офицеров, генералов, матросов, вот, потому что только правда показывает, за что они погибли, почему они погибли, почему наша страна понесла такие страшные жертвы, вот, так что мы старались, ну, еще, что я хотел бы, еще, переводных произведений в лучших переводах, мы попытались все-таки в лучших переводах произведения зарубежных авторов, начиная от бедных от Фауста в переводе Бориса Леонидовича Пастернака, вот, ну, и, соответственно, и Виктора Гюго, и Шата Руставели, там замечательные переводы, так что дети будут читать, приобщаться к мировой культуре, культуре, это тоже важно. теперь о таком разделе нашей, вот теперь уже основной о разделе нашей Библиошколы, о котором говорят гораздо меньше, это раздел Большая коллекция Аудиокниг, Аудиокниги это сначала немножко истории, откуда пошла, так сказать, это самое, пошла разработка Аудиокниг, сначала это были разработки для слабовидящих и незрячих людей, это важнейшая вещь, потому что человек, который потерял зрение, предположим, ну, или так, вот, он сразу становится оторванным от жизни, книг, например, по системе Брайля для слепых, ну, во-первых, немного производится, и достаточно сложно читать, и они дорогие в производстве, и, конечно, это очень ограниченный контент. А вот аудиокниги спасают людей локовидящих, спасают в прямом и в переносном смысле. Человек приобщается к современной литературе, к истории и прочее, прочее. вот, но аудиокниги являются, ко всему прочему, и совершенно самостоятельным жанром. Воспринимается, например, чтение, ну, особенно, если это чтение очень высокого уровня, замечательным артистом или замечательным чтецом, оно воспринимается совсем по-другому, не так, как, предположим, когда читает человек сам. Возьмите, ну, например, ну, что взять, знаменитую повесть Александра Сергеевича Пушкина Дубровский. Как вы привыкли, вот, мы читаем эту повесть, мы знаем, да, там есть благородный Дубровский и Троекуров, злобный помещик Троекуров и благородный разбойник Дубровский. Ну, когда вы слушаете в замечательном исполнении, то вдруг возникает совсем другое ощущение, что Дубровский может быть не такой благородный, а такой же помещик, как этот Троекуров. Я, например, это впервые вот так осознал, когда делали мы эту аудиокнигу и воспринимается совершенно по-другому. Нюансы, которые иногда пропускаются при чтении, они тут возникают. То есть этот жанр очень интересный вот с точки зрения восприятия. Ну, наверное, еще что могу сказать по поводу этого. Тут наверное большинство любит радиоспектакли в советское время, а и дети, и взрослые любили замечательные радиоспектакли, которые делал гостелерадио. Ну, во-первых, детские замечательные передачи, которые дети ждали. Это радионяня, клуб знаменитых капитанов, клаб, ну, тут уже, по-моему, слушали и дети, и взрослые, радовались, все это было совершенно великолепно. Потом спектакли. Спектакли по произведениям русской и зарубежной классики. Ну, в Советском Союзе делали замечательные спектакли. Это были не только спектакли театральные, но это были специально сделанные аудиоспектакли, когда собирались артисты из разных театров, и, соответственно, делалась такая постановка радиоспектакля. Вот. И это сейчас это доступно. У нас лежит в нашей аудиоколлекции на библиошколе лежат и в том числе и спектакли. Я вам просто перечислю, что есть в природе и что есть у нас. Какие спектакли с какими артистами. И вы поймете, что вот, например, в школе не будем скрывать, вот изучают Александра Николаевича Островского. Гроза, да? У нас всегда в Советском Союзе изучали грозу. После этого дети уже после изучения в школе в Советском Союзе дети уже никогда Островского в руки уже не брали, потому что вот эта вот Катерина луч света в темном царстве, она отбивала вот это вот Белинского так сказать определение, она уже отбивала охоту просто взять в руки пьесы Островского, гениального, совершенно гениального драматурга и читать. Но зато есть второй вариант почти большинство пьес Островского выпущены в виде радиоспектакля. И вот тут уже оторваться нельзя, при том я знаю, например, и дети слушают, тут оторваться нельзя, там настолько это все интересно, настолько это увлекает. Вот, поэтому этот жанр очень-очень важен, очень полезен. Потом, ну, в некотором роде он проще дается для восприятия, например, это не только для детей, для учителей, но и для родителей, чтобы родители хотя бы тоже повышали свой уровень и могли поговорить с ними. Он, этот, значит, жанр, ну, достаточно легче дается, вот, особенно в сложных произведениях, достаточно, ну, поэтому достаточно важно. Вот я бы хотел просто рассказать, какие спектакли есть, например, в природе, которые можно там, и есть, в том числе, многие из них есть у нас в коллекции. Вот, ну, начиная от Александра Сергеевича Пушкина, у нас там есть сказка, например, о царе Салтане, читает это Игорь Ильинский, ну, можете представить. Вот, или, например, Дмитрий Журавлев, знаменитый Дмитрий Журавлев, чтец, он читает стихотворение Пушкина у нас есть, замечательно читает, как вот. Ну, Пушкина вообще очень много нам повезло, ну, не только Пушкина, там и Дмитрий Журавлев, и Яхонтов, и Игорь Ильинский читают стихи, например, собрание стихов, там читают, ну, лучше, лучше, как есть. Вот, что еще? Посмотрим. Так, ну, Александр Николаевич Островский, там, по-моему, ну, нет, все наши звезды Советского театра участвовали в этих спектаклях, просто начиная и Книперчехова, и Ильинский, и Грибов, сейчас вот найду, попробую вот найти Островского, просто огромный список, вот, список спектаклей, которые я подобрал, просто, тут порядка, там, сорока странин, что-то и Дюго отверженные, например, артисты театра Вахтангова, Абрикосов, Мансурова, вот, театр сатиры, например, Генри Фильдинг, спектакль «Судья в ловушке», ну, классик английской литературы, Папанов, исполняет Папанов, Миронов, вот, «Сервантес», ну, гениальное произведение Сервантеса, гениальный «Дон Пехот», тоже состав достаточно интересный, вот, и так далее, вот, ну, я уже не говорю просто, что, ну, по-островскому сделаны практически все пьесы, и без преданий, и правда, хорошо и счастье лучше, в лучших исполнениях, поэтому, ну, для школьников, наверное, это выход из положения, чтобы они хотя бы знали русскую литературу, вот, мхатовский, например, «Пикфикский клуб», входящий, ну, в рекомендованный список произведений, там, мхатовская запись, слушается замечательно совершенно, так, ну, по Джеку Лондону, например, в исполнении Ростислава Плята, у нас есть, рассказы Джека Лондона, там, в исполнении Ростислава Плята, «Сердце не камень», Михаил Жаров, там, вот, что еще, вот, поэма Пушкина «Цыганы», Рубен Тимонов, Михаил Гержавин Старший, Юрий Любимов, вот, то есть, получается, что это очень важный раздел, теперь, о чем бы я еще хотел поговорить по аудиокнигам, которые есть там, мы выложили туда, значит, в свое время была такая серия аудиобиблиотека школьника, где были начитаны произведения, входящие в программу, и произведения по внеклассному чтению, это достаточно добротная серия, там хорошие исполнители, там немного народных артистов, там мало, но хорошие чтецы это делали, вот эта серия у нас выложена, там просто много произведений, ну вот я по внеклассному чтению, что я помню, например, там есть Федор Сологуб, мелкий бес, начитанный, ну, известным артистом, а он очень хорошо читает, Петром Коршенковым, вот, ну, без произведения мелкий бес, наверное, это для 10-11 класса, конечно, произведения для родителей, для учителей, но без него, вот, например, ну, как знать русскую литературу, это одно из таких ключевых произведений 20-го века. Еще одно произведение замечательно тоже начитанное там есть, это роман Евгения Замятина «Мы», роман, давший ну, целое направление антиутопий, возникшее после этого романа, даже знаменитый роман Оруэлла 1984 написан под влиянием романа Евгения Замятина. Романы Хаксли тоже написаны, так сказать, не без влияния Замятина. Там начитанный тоже Коршенковым блестяще начитанный роман, то есть будет интересен он и сам по себе. Ну и, конечно, это одно из таких ключевых произведений русской и мировой литературы 20-го века. Ну, например, там есть еще замечательное произведение Леонид Андреев Иуда Искариот. Ну, Леонида Андреева мало изучали в школе, ну, практически не изучали в советское время, считался он писательным. Во-первых, он был иммигрантом, он был человеком исключительной честности, он не мог принять вот то, что произошло в 17-м году. Он иммигрировал, и это его, конечно, угнетало, что сказалось на его судьбе. Ну, например, его произведения, ну, такие вот, как Иуда Искариот, его рассказы, не все, конечно, ну, вряд ли в тумане или бездну там в школе надо изучать, я не думаю, что это лучшее его произведение, хотя это были самые нашумевшие в России произведения. А вот его рассказы, и, например, ну, мне повезло, у нас была очень хорошая учительница по литературе, и мы изучали рассказ о семьях повешенных, который на меня произвел очень сильное впечатление, это по неклассному чтению было, вот мы тоже сделали в свое время аудиокнигу, и я считаю, что это важное произведение, особенно сегодня, это важное произведение, и вообще знать, что был такой замечательный русский писатель Леонид Андреев, это тоже важно. Это все, что касается литературы. Теперь там есть совершенно несколько уникальных вещей, и в первую очередь это издание по истории России. Вот сейчас я немножко так полистаю. Вот начнем с, наверное, достаточно сложного издания. Вот Александр Евгеньевич Пресняков «Киевская Русь». Это курс лекций замечательного историка Александра Евгеньевича Преснякова по очень сложному вопросу из русской истории, очень сложному. Там достаточно подробно и серьезно рассказывается вот этот сложный период русской истории, становления Руси, России. и это интересно, там хорошо начитано Ильей Бабылевым, он вообще такой немножко интересный, мы его приглашали для озвучивания научных именно книг по истории и он замечательно справился. То есть вот я советую если просто даже учителям это будет интересно вот этот курс лекций по Киевской Руси, он будет интересен даже учителю истории, там много нового найдет у себя, потому что Пресняков это имя. Вот. Родителям интересно. Ну и детям тоже интересно, там конечно это достаточно большая книга с большим объемом, но там это все разделено на части, там можно просто по частям его слушать. Вот. Теперь от Преснякова перейдем в следующее. Это вот все у нас Пресняков. Теперь Николай Иванович Костомаров. Ну его один из основных трудов, хотя достаточно много написал этот выдающийся историк и писатель. Вот. Но русская история в жизнеописании ее главнейших деятелей это один из основных трудов Костомарова. Там совершенно блестящий язык и в аудио исполнении это слышен этот замечательный емкий русский язык. Там очень честные характеристики деятелям, очень честные. Про Ивана Дрозного прочитайте, что писал русский историк знаменитый. И все станет понятным про этого персонажа. Вот. Это достаточно большое издание, оно было в свое время издано на 15 дисках, разделено. Вот первые шесть томов этого издания это господство дома святого Владимира. Притом это таких интересных главах это сделано, что каждое из них самостоятельное произведение. Седьмой, восьмой томы это господство дома Романовых уже до вступления на престол Екатерины Второй. Потом девятый том от Богдана Кмельницкого до сибирских землеискателей 17 века. Дальше это уже от Юрия Крижаница до царевны Софьи идут. То есть там не хронологический, а вот так выборочно идет это все. И вот Петр Великий Мазепа Пеофан Прокопович Миниф Анна Иоанновна Елизавета Петровна. То есть там действительно это очень интересное издание и лучше его слушать. Лучше его слушать. Потом у кого будет желание оно у нас есть и естественное в книжном виде. Вот в аудиобиблиотеку школьника мы включили для школьников главы оттуда. Притом исполняет например Леонтина Эдвардовна Бродская. Мы немножко о ней поговорим потому что это человек который совершил в некотором роде такой культурный подвиг. Это совершенно блистательное человек с огромной эрудицией с великолепно поставленным голосом. Она абсолютно правильно она знает старославянский язык. Она абсолютно правильно ставит ударение. У нее приятный тембр это замечательное чтение. Вот для детей здесь Костомаровские некоторые вещи она читала Леонтина Эдуардовна мы о ней еще поговорим. И вот наконец то о чем я хотел бы поговорить более подробно. У нас там выложена полная история России с древнейших времен выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева полностью все 29 томов. там почти ну можно это слушать конечно можно частями теми периодами там все разбито замечательно все там хорошо слушается ведь ну если взять вот эту 29 томную историю Сергея Михайловича Соловьева первые 8 томов приблизительно очень сложно читать там просто старославянский язык огромные цитаты там достаточно сложный период вот ну и у нас вот это вот 29 томов 27 из 29 томов начитала как раз Леонтина Эдуардовна Бродская сейчас она достаточно много работает в этом жанре аудиокниг но это конечно ее подвиг потому что тяжелейшее работа но работа очень благодатная и я надеюсь что это в первую очередь конечно для учителей для родителей ну и если для детей тоже там все достаточно интересно разбито по периодам и там можно просто слушать главу можно слушать характеристику какого-то действителя это замечательно совершенно как самостоятельное произведение потому что у Соловьева был вообще это замечательный язык особенно это уже когда более такие близкие к нам периоды пошли там к сожалению написано до Екатерины он смог дописать свою историю до Екатерины но это действительно интересно это действительно выдающийся это один из самых выдающих трудов по русской истории вот и здесь вот мы я просто показал вот вот эти 29 томов как они разбиты вы можете все это скачать посмотреть вот и Федор Иоаннович и Борис Годунов и Михаил Романов все здесь присутствуют и это действительно вообще семейство Соловьевов семья Соловьевов это конечно уникальное явление в мировой культуре потому что отец Сергей Михайлович Соловьев выдающийся историк сын Владимир Сергеевич Соловьев выдающийся русский философ мирового значения философ поэт философ вот Всеволод исторический романист Алексея Соловьева поэт символист в нашем семействе исключительно талантливый говорят на детях природа отдыхает здесь нет не отдохнуло дети тоже достойны своих родителей теперь по истории что еще есть по истории Николай Карамзин история России тоже в аудио формате лежит пожалуйста интереснейше это первая фактически история в России вот Николай Карамзин у нас лежит здесь все 12 томов последний небольшой он не смог записать но 12 томов Карамзина это действительно очень ценный исторический документ это очень ценное исследование фактически и оценки Карамзина во многом во многом так сказать объективны совпадают с оценками и Костомарова и Ключевского и Соловьева Карамзин был раньше написано раньше и вот все 12 томов Карамзина у нас там лежат плюс там есть работа Ключевского в аудио формате работа не вошедшая Соловьева не вошедшая его историю России в общем достаточно ну такой большой пласт и каждый для себя найдет там в аудиокнигах каждый для себя найдет то что интересно и то что можно послушать и это будет очень полезное занятие и удовольствие не только но и удовольствие получит теперь ну то есть подведя итоги по аудиокнигам значит там история там литература там поэзия там спектакли зарубежная литература русская литература в общем достаточно для того чтобы учитель мог проводить ученики могли проводить уроки может быть это даже в классе послушать наверное это было бы так сказать тоже полезно иногда чем слушать учителя иногда послушать произведения может быть это тоже один из таких вариантов вот теперь что я хотел сказать по поводу вот теперь несколько слов о том что вот вышла вот я с меня новинка новинка достаточно долго делала это новинка это военно-историческая библиотека я думаю что мы пока не выкладывали ее библиотека в школьную программу но в принципе вот если в школе есть а я знаю что есть в ряде школ исторические кружки кружки по изучению для истории русской зарубежной истории и по военной истории в том числе военно-историческая библиотека там очень много раритетных изданий и как писалась военная история России до революции вы знаете что в 1905 году была первая русская революция достаточно такое событие было для России ключевое после нее да там были страшные события были столыкинские вагоны когда отправляли сидеть были столыкинские галстуки когда были повешены значит часть революционеров просто участвовавших в этих волнениях но Петр Столыпин все-таки был человеком исключительно умным он же тогда понял что нет с вагонами и галстуками не делаешь не удержишь ничего тогда он начал свои реформы тогда который кстати в сельском хозяйстве замечательно получили именно тогда в России была введена фактически конституционная монархия 1905-1907 года по 14 год была фактически конституционная монархия невиданными темпами развивалась промышленность была фактически отменена цензура и вот именно в этот период появилась масса изданий в том числе которые раньше было просто невозможно напечатать вы знаете что цензура в России была очень жестокая например был арестован тираж пьесы Дмитрия Мережковского Павел I хотя эта пьеса так сказать в общем-то по историческим канонам сделана просто большим писателем написана тираж был в свое время арестован также нельзя было писать о дворцовых переворотах естественно о войнах где Россия не выиграла которых и вдруг это все отменилось и вот тогда появились серьезнейшие труды наших военных историков по русско-японской войне было издано а эта война была проиграна эта тяжелая война для России была очень тяжелым ударом и вот там разбирается подающимися историками многотонные издания где разбирается досконально причины поражения все описывается вот по Крымской войне по русско-турецким войнам по войнам со Швецией неожиданно все это начало издаваться серьезные издания вот все это мы включили очень много мы включили в эту нашу военно-историческую библиотеку там действительно очень много интересного очень много включили туда полковые истории истории знаменитых полков у каждого полка знаменитого Семеновцев были историю гренадеров вот историю кавалергардов вот были свои полковые истории написаны историками это считалось просто необходимым для этого вот это мы включили эти полковые истории очень интересные это редкие вещи которые ну в книжном виде практически очень мало доступны вот мы туда мало доступны и включили там больше 160 томов порядка там 160 томов плюс очень интересный предположим журнал разведчик это был журнал который сначала был общественно политическим потом стал военным там больше тысячи номеров это очень интересное чтение для тех кто интересуется военной историей или просто для учителей истории даже это интереснейшее чтение можно такие уроки делать для кружков для всего в общем в военно-исторической библиотеке там включены редкие малодоступные вещи ну мы поставили это во главу угла поэтому я считаю что это такая интересная коллекция которую в принципе должна заинтересовать многих там все вот так что вот ну подытоживая уже наверное заканчиваем на сегодня значит в библиошколе я считаю что по составу у нас ну практически охватывает процентов 75-80 рекомендованных произведений плюс массу значит произведений для учителя по выбору учителя по внеклассному чтению по патриотическому воспитанию там все в аудиоколлекции там как произведение там начинается кстати в аудиоколлекции от сказок у нас идет для первого четвертого класса и заканчивается вот этими историческими то есть там есть масса сказок еще которые вот первоклашкам там очень интересно в первом четвертом классе в замечательных исполнениях эти сказки там просто слушать я думаю что это дома и дети и родители будут слушать то есть считаю что охватывает порядка 75-80 процентов произведений рекомендованных это очень и очень немало вот наверное у меня все что я хотел сообщить про аудио уважаемые коллеги спасибо всем кто пришел на наш вебинар вот я вижу вопрос были проблемы со связью можно посмотреть записи да запись будет доступна ориентировочно в четверг или в пятницу вот по тем ссылкам о которых я говорил в самом начале чата можете их посмотреть вот я благодарю всех кто пришел на наш сегодняшний вебинар и конечно благодарю нашего сегодняшнего спикера Леонида Суриса я надеюсь мы с вами и с ним еще встретимся и обсудим те новые произведения которые появляются в наших ЭБС я так насколько помню наше наше расписание это состоится в мае или в начале июня вот ну и я призываю всех вас приходить на наши вебинары на наши ближайшие вебинары и последующие они будут проходить достаточно ровным потоком большим до середины июня я всех благодарю